Здравствуйте! С вами новости на Первом Карагандинском, в студии Анель Шелкарбек. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Более полутора миллиардов тенге на ремонт улиц Караганды. Почему зал ожидания шахтинского автовокзала практически всегда пустует? Более полутора миллиардов тенге на ремонт улиц Караганды. Такая сумма выделена из областного бюджета. Внимание уделяется не только центру города, но и частному сектору района Кирзавода. Подробно в следующем материале. В год 80-летия Караганды состоянию дорог уделяют самое серьезное внимание. Большой объем работ будет выполнен с учетом прошлогодних недочетов. Средний ремонт из областного бюджета будут ремонтированы 7 улиц. Это то есть проспект Муркен-Абдирово, улица Ерубаева, проспект Сакена-Сейфулина, улица Чкалова, Муканово, Университетская и улица Мустафина. Также с городского бюджета были выделены средства в размере 2 миллиардов тенге на ремонт 60 поперечных улиц, которые соединяют между собой проспект Ухаржау, улицу Гоголя и синюю магистраль. При капитальном ремонте основных магистралей уже продуманы объездные пути, а жители будут оповещены заранее о проводимых работах. По аналогу прошлого года уже поняли, что надо быстро срабатывать в этом направлении, так что в этом году планируем на опережение. В этом году планируется отремонтировать по городу Караганде около 230 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Не будет забыт и текущий так называемый ямочный ремонт. Я так думаю, в этом году при ремонте дорог больших проблем не должно быть у автолюбителей, которые едят в другом. Будем надеяться, что плохие дороги Караганды останутся в прошлом. Юбилей города невозможен без людей, которые его создавали. Каждый карагандинец так или иначе, но внес свою лепту в построение современного города, имя которому Караганда. 80-летний юбилей шахтерской столицы мы отмечаем в этом году. Практически сверстником города является карагандинский машиностроительный завод имени Пархоменко. Ему 72 года. Это по документам. Завод начинался с маленьких ремонтных мастерских, обслуживающих открывающиеся шахты. Это было в начале 30-х годов прошлого века. А в 42-м году ремонтный завод был реорганизован в машиностроительный. Тогда он работал для фронта. Станки стояли прямо под открытым небом, а луганские специалисты их отлаживали и запускали. Вот они, первые работники завода. Не доедая, они выполняли по 20-30 месячных норм. Сразу после войны переход на мирные рельсы. В это время были построены новый клуб на 300 мест. Столовая, детский сад. Большой размах в эти годы приняло жилищное строительство. По выпуску сложного обогатительного оборудования завод имени Пархоменко становится ведущим в республике. Впервые в истории угольной промышленности здесь был пущен первый очистной комбайн конструкции Макарова. Продукция завода востребована по всему миру. Юбилей Караганды, я думаю, это юбилей и нашего завода. Мы ровесники Караганде. В общем, все традиции, которые были основаны здесь, до сих пор сохранены. Завод как был, но основан в то время, с 42-го начиная, до сих пор традиции эти остались на заводе. Горно-шахтное оборудование как выпускалось, так и выпускается. Много освоено новой продукции. На заводе выросла целая плеяда орденоносцев. Здесь работают семьями. Дмитрий Кочетков 40 лет на предприятии. Его сын Павел 5 лет. Дочь Наталья 3 года. Сергей Кузнецов как пришел сюда на практику в 1974-м, так уже 40 лет не отходит от токарного станка. Ну, вырос я здесь, на этом заводе, что я могу сказать. Корнями уже прирос. Улица Мангельды. Тут я и родился, и жил на ней, и работаю до сих пор. Кто сможет объяснить, почему Сергея, как 40 лет назад, тянет на завод, к станку? Еще молодым, вместе с такими же ребятами, как и он сам, в свои выходные он приходил не куда-нибудь, а сюда, в цех. Весело было. Все выясняли, что главное в профессии. Чтобы глава работала. Чтобы он глянул на чертеж и уже видал, что за детали. А сегодня это уже необходимость. Была проведена большая работа по заключению договоров освоению новых видов продукции. Завод начал выпускать запасные части горно-шахтному и горному оборудованию для угольного департамента из-под корме от корпорации «Казахмыс». Сегодня налажены партнерские отношения с Россией и другими странами СНГ. Да и простые караганицы знакомы с продукцией завода. Скамьи, уличные фонари освещения, ограды и прочее литье на улицах – это работа коллектива завода имени Парахоменко. Мы родились, завод с Карагандой, и будем дальше развиваться с Карагандой. И все благополучие Караганды и наше зависит от нас, людей, работающих на заводе. Смена закончилась. Но проходная будет ждать этих разных людей завтра. Работа не может стоять на месте. И, как всегда, их будет встречать герой гражданской войны Александр Парахоменко. Время накрепко связало этих людей с заводом, с Карагандой. Сергей Высокосов, Толиген Рашидов, Марат Култенов, 1-й, Карагандинский. Зал ожидания шахтинского автовокзала практически всегда пуст. Его состояние оставляет желать лучшего. Вокзал уже однажды ремонтировали, вот только отопление подключить забыли. Наш корреспондент разбирался с этим феноменом. В автовокзал в Шахтинске в зимний период заскакивают только экстремалы. Ощущение, что внутри еще холоднее, чем снаружи. Можно устраивать соревнования на выживаемость. Удручает не только мороз, но и осыпающаяся штукатурка. Ну, ремонта вообще, как видите, никакого. На автовокзале не погреться, зайти ничего, никакого отопления нет. Потенциальные пассажиры предпочитают в складчину нанимать такси. Получается, не намного дороже, чем в автобусе. А зато обморожение не грозит. Состояние вокзала? Ну, отвратительное, можно сказать. Отвратительное. Не знаю, как автобусы, я редко пользуюсь автобусом. Ну, вот даже сейчас вот касса, на улице берешь деньги, достаешь, холодно. Достаешь эти деньги, ждешь. Вокзал холодный. По состоянию вокзала любой пассажир дает первую оценку всему городу. Здесь же для полного впечатления только белых медвей не хватает. После скитания по коридорам съемочной группе удалось переговорить с начальником автовокзала Галиной Дикур только по телефону. Ремонт у нас, конечно, есть. В зале сделан ремонт. В прошлом году мы делали ремонт, нанимали строители, сделали крышу, покрасили там все это здание внутри. И мы построили новый туалет. Ували касса на улице. Это для удобства пассажиров. Потому что пока пассажир идет, идет в здание автовокзала, интервал очень маленький, 10 минут, то, естественно, автобус уйдет. Все сделано для пассажиров. Зачем жаловаться? Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Каргандинский. Воины-интернационалисты встретились с молодежью в честь 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Цель мероприятия – поднятие патриотического духа, ознакомление молодых людей с истории Афганской войны. Ветеран Афганской войны Кужахмет Касенов – один из тех, кто выполнял свой интернациональный долг. В чужой стране они отдавали свои жизни и не ждали славы. Очень важно, отмечает в интервью интернационалист, благодаря подобным мероприятиям, продолжать воспитывать настоящих патриотов своей родины. Именно этого сейчас не хватает в современной Караганде. Патриотическое воспитание заключается, по моему мнению, это любви своих родителей, своих близких, свой дом, свой аул, свой район. Это и есть патриотизм. Если в каком-то тяжелом случае будет, не дай бог, конечно, то человек, не раздумывая, может отдать до последнего капли крови за свою родину. Вот это и есть, я думаю, патриотизм. Переоценить значение патриотического воспитания нельзя. В ходе мероприятия были показаны видеоматериалы, организованные выступления воинов-интернационалистов, вопросы от молодежи. Ведь главная цель военно-патриотического воспитания – связь поколений, которая не должна прерываться. Эта знаменательная дата останется в истории, как день, когда молодые люди, граждане Казахстана, связавшие свою судьбу с защитой Родины, встретились с ветеранами афганской войны. В никем не объявленной войне погибли 22 тысячи казахстанцев. Хотя сами воины-афганцы уверены, что истинное число погибших в той войне до сих пор неизвестно. «Погибших, вот у нас в парке Победимирал, там 82 человека, по другим данным 104 человека. Безвести пропали, вот Сабая, Шаяхметов, Грязнов, Стимиртау, ну еще двое. Точную фамилию не знаю, но знаю, что пропавшие безвести. Это хорошие слова были Аушева, генерал-молу, героя Советского Союза. Хоть войска мы вывелись с Афганистана, но пока последний солдат, пропавший бизнес, не вернется на Родину, то, считается, война еще не закончена». Без прошлого нет будущего и очень важно знать тех, кто совершал подвиги. Безусловно, молодежь знает историю, но только сам участник войны в Афганистане может рассказать то, что не написано в книгах. Килограмм 400 граммов героина изъяли сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом в городе Тимиртау. Информация была получена от источников среди наркоманов. Нашли психотропное средство у 60-летнего безработного местного жителя. Наркотики мужчина спрятал под ванну и в шкаф на летней кухне. Сотрудники отдела выясняют, кому он собирался продать крупную партию наркотика. Теперь бизнесмены не будут платить предоплату за коммунальные услуги. К такому решению пришли в Палате предпринимателей после подписания меморандума с монополистами. Николай Кровец с подробностями. На протяжении 8 лет директор магазина «Славянский» работал с монополистом по 100% предоплате. То есть до 25-го числа каждого месяца они ежемесячно вносили немаленькие деньги за электричество за следующий месяц. По словам Людмилы Филоновой, это сильно ударяло по собранной выручке. Торговые организации, у которых были большие объемы затрат электроэнергии, сильно страдали. Мы вынуждены были вносить предоплату, тем самым отвлекая денежные средства из оборота и кредитуя ТО «Карагандаш» и «Лузбут». Но благодаря действиям Ассоциации предпринимателей и Палаты предпринимателей отменяется предоплата, выставленная по договорам ТО «Карагандаш» и «Лузбут». На днях Палата предпринимателей Карагандинской области заключила меморандум с антимонопольным департаментом региона, согласно которому теперь они будут вместе регулировать стоимость коммунальных платежей для всех предпринимателей. Все монополисты поддержали нововведение и противиться не стали. Все стороны пришли к тому, чтобы от нашего меморандума была польза. Мы долго обсуждали эту проблему и согласились. Теперь бизнесмены могут вздохнуть спокойно и экономить деньги. Только приживется ли нововведение в шахтерской столице, пока не ясно. Но хочется верить, что монополисты и вправду повернулись в сторону карагандинских предпринимателей. Николай Кровец, кабинет Курушпеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В суд на турфирму. С таким заявлением обратилась в полицию обиженная жительница шахтерской столицы Татьяна Шмидт. Женщина утверждает, что ей продали поддельные билеты на самолет. В ситуации разбирался наш корреспондент. Татьяна Шмидт показывает билеты, по которым она должна была поехать вместе с супругом к родственникам по маршруту Астана-Минск-Варшава и вернуться назад. Только обратно вернуться на родину жители нашего города не смогли. В аэропорту Варшавы карагандинцам сказали, что их билетов нет в базе данных. Цифры там не сходятся. Нагод вашего билета нет в базе данных. Что мы делаем? Получается, у нас там паника, истерика. Мы просим наших польских родственников, чтобы они позвонили в Белавию, которая находится в Минске. Девчата здесь, поляки, тоже начинают бегать, куда-то звонить. То есть, они всё выясняют, то есть, нашего билета нет. По словам Татьяны Шмидт, представители чешской авиакомпании думали, что это ошибка. Представители компании Белавия сказали, что, возможно, турфирма в Караганде не оплатила полностью деньги за билеты. Жителям нашего города предоставили место в самолёте, и они полетели на родину, как сервисные пассажиры. Татьяна Шмидт стала звонить Наталье Рау, директору турфирмы в Караганде, в которой покупала билеты. Но она игнорировала их звонки и не отвечала. Руководитель турфирмы в Караганде Наталья Рау с нашей съёмочной группой общаться не захотела. Пусть это останется на её совести. Мать, я отказываюсь от комментариев, поэтому... С 5 января мы прилетели, я всё это время звонила Наталье, трубку она, конечно, не брала. 6 января у меня уже всё, я начала утром писать смс, Наталья, возьмите трубку, потому что у вас не могут вылететь люди. Она только через 4 часа мне позвонила, Татьяна, что случилось? Я говорю, ну как случилось? Я говорю, Наталья, у нас, получается, мы вылететь не могли. Она, ой, всё, Танечка, не переживайте, я вам деньги дам, сколько вам должна. Она даже не спросила причину, что там случилось. Она мне просто спрашивает, сколько вам должна. Деньги за неудавшийся перелёт директора фирмы всё-таки вернула, но извиниться перед обиженными супругами не решилась. Татьяна Шмидт уже написала заявление в полицию о причинении морального вреда. По словам председателя общества по защите прав потребителей Жаслана Айтмаганбетова, который разбирался в этом случае, билеты были недействительными. С чем это было связано, то есть изначально сейчас конкретно объяснить невозможно. Но то, что турфирма получила денежные средства и продала ей билеты именно, скажем так, в том числе эти недействительные, то есть это факт, это факт, никто не отрицает. А о том, что была ошибка, опечатка или ещё какие-либо проблемы, то есть это потребители не касаются, это вина непосредственно той компании, которая, скажем так, реализовывала данный билет потребителям. А пока карагандинка Татьяна Шмидт ожидает решения суда. За испорченное настроение она готова идти до конца и призвать турфирму к ответу. Николай Кровец, Карат Рашитов, Бахтяру Спанов, Первый карагандинский. Профессия пожарный. По каким критериям будут отбирать ребят, желающих работать в органах Государственной противопожарной службы? Об этом сегодня говорилось на брифинге в департаменте по ЧАЭС Карагандинской области. Глава государства ещё раз делала оценку на то, что, если его процитировать дословно, значит люди в погонах, наделённые большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом. То есть это основной критерий, по которому на сегодня мы будем отбирать сотрудников для службы именно в нашей системе, системе ЧАЭС. Приём на службу в органы Государственной противопожарной службы будет осуществляться на конкурсной основе. Пожарниками могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста, которые смогут выполнять возложенные на них должностные обязанности. Для этого нужно быть подготовлены физически и морально. Сам конкурс будет состоять из низких этапов. В первую очередь, как я уже говорил, и, как говорится, в приказах и законах это моральные качества принимаемого сотрудника. То есть мы будем изучать кандидата на службу, к нам проверять, изучать его, как он характеризуется по месту прежней работы, либо по месту прежней службы, если у нас молодые человека, или из него у нас служили до поступления к нам работы. То есть по месту учебы, по месту жительства, чтобы он брать характеристики, рассматривать отношения гражданина, имеет ли он административные взыскания. Второе, на что будет обращать внимание, это профессиональные качества. Разработаны специальные тесты, они уже утверждены. На 50 вопросов должны будут ответить будущие сотрудники противопожарной службы. На должности рядового и младшего начальствующего состава принимаются граждане в возрасте не старше 25 лет. Они должны иметь образование не ниже среднего в зависимости от квалификационных требований к категориям должностей. А вот на должности среднего начальствующего состава принимаются те, кто имеет техническое и профессиональное послесреднее и высшее образование. На эту должность могут претендовать граждане старше 35 лет. Данный приказ уже вступил в законную силу. 1 февраля казахстанский боксер Геннадий Головкин в Монте-Карло встретится с ганским профессиональным спортсменом Асуману Адамом. Поддерживать нашего земляка будут все казахстанцы, среди них и представители шахтерской столицы. Заслуженный тренер Казахстана по боксу Нургозе Жаралгапов тоже поедет посмотреть на бой Геннадия Головкина. Наблюдать за ходом борьбы можно будет в прямом эфире на республиканском телеканале Казахстан. Поэтому поддержите нашего земляка. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. Это все новости на сегодня. До скорых встреч. Аман Саугунгсер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова